Мы изучили, что все объекты в Python характеризуются своим типом данных. Часто бывает удобно, а иногда и просто необходимо, для объекта задать имя и далее обращаться к этому объекту с помощью имени. Для этой цели в языках программирования придуманы переменные. Давайте посмотрим на примере, как используются переменные в языке Python. В первой строчке мы объявляем переменную a и записываем в нее значение 2. Мы можем создать еще одну переменную, переменную b и записать в нее какое-нибудь произвольное значение, например, 3. Далее мы можем эти переменные использовать в произвольных выражениях. В третьей строчке я использую функцию print, которой передаю выражение a плюс b. При этом берется переменная a, смотрится ее значение 2, берется переменная b, смотрится ее значение 3, они складываются. Таким образом, результатом этой операции будет выведенное число 5. Мы можем изменить значение переменной. То есть, фактически связать переменную a с новым значением 6. Если мы выведем после этого сумму a плюс b, то у нас результат будет уже, соответственно, 6 плюс 3, то есть результат будет 9. Мы можем при изменении значения переменной использовать уже существующие переменные. Например, можем в переменную b записать значение b плюс 2, таким образом в b будет записано значение 3 плюс 2, то есть 5. После этого мы выведем число 5. Обязательно перед тем, как использовать переменную, мы должны ее проинициализировать, то есть записать в нее некоторое значение. Если мы попробуем выполнить операцию print c, то у нас произойдет ошибка, потому что такая переменная c еще не была объявлена, и в нее не было записано никакое значение. Переменная инициализируется с помощью оператора присваивания. Он выглядит следующим несложным образом. Сам оператор — это просто значок равенства. Слева от оператора записано имя переменной, справа от оператора записывается значение, которое мы хотим связать с этой переменной. При этом при выполнении программы существует специальный список переменных, поддерживается. Когда мы объявляем переменную, у нас в этот списочек добавляется наша переменная, и она связывается с некоторым значением, с некоторым объектом, который хранится в памяти. В данном случае это число 2. Если мы захотим изменить значение переменной, то у нас переменная a может связаться с новым значением. То есть если мы дальше напишем a равно 5, то вот у нас где-то в памяти выделяется объект под число 5, и вместо такой связи у нас появляется новая связь с пятеркой. Таким образом, давайте еще раз внимательнее посмотрим на то, что происходит в этом примере. Изначально у нас заводится переменная a. Давайте я вот здесь вот буду указывать списочек наших переменных. Переменная a связывается со значением 2. Вот таким вот образом. У нас заводится переменная b, и переменная b связывается со значением 3. Дальше, когда у нас выражения встречаются переменной a и b, то на их место подставляются соответствующие значения 2 и 3. Дальше мы можем изменить переменную, и переменная a связывается с числом 6. Вот таким вот образом. Этой связи больше нет. Когда у нас дальше в выражениях встречаются переменные a и b, используются текущие значения переменных. 6 и 3 соответственно. Ну и так далее. Оператор присваивания является несимметричным оператором. Мы не можем написать 2 равно a. А имя переменной обязательно должно находиться с левой части от оператора присваивания. Таким образом, мы можем записать значение в переменную, используя оператор присваивания. Есть способы изменить переменную с помощью операторов приращения. Например, выражение a плюс равно 3 позволяет увеличить значение переменной a на 3. То есть фактически это то же самое, что присвоит в переменную a значение a плюс 3. Помимо оператора плюс равно, который производит увеличение значения переменной, Существуют аналогичные операторы минус равно, которые позволяют вычесть значение некое другое значение. Оператор множить равно, вещественное деление, целочисленное деление, взятие остатка и возведение в степень. Имя переменной записывается, как я уже говорил, слева от оператора присваивания. И в принципе может быть практически произвольно. Ограничение следующее. Имя переменной должно состоять из букв, как маленьких, так и больших. Может содержать цифры и знак подчеркивания. Начинаться имя переменной должно либо с буквы, либо с символа подчеркивания. Имя переменной не должно являться ключевым словом. Например, мы не можем завести переменную и назвать ее true. Потому что true это ключевое слово, которое обозначает истину для логического типа данных. Регистр букв, регистр символов имеет значение. Таким образом, переменная a и переменная a большое это две разных переменных. Если вы где-нибудь в программе написали a маленькое равно двум, дальше вы сделаете print a большое, то будет ошибка. Потому что интерпретатор вам скажет, что он не знает ничего про переменную a большое. В языке Python одна и та же переменная может связываться с объектами разных типов. Мы можем в переменную a записать число 2. Можем записать после этого какую-нибудь строку. Можем записать результат функции, который будет еще каким-то третьим типом данных. И все это может быть в одной программе. Такой тип типизации называется динамическая типизация. Когда у нас переменная может менять тип по ходу выполнения программы. То есть перед тем, как мы запустили программу, мы не можем сказать, какой тип у нас будет у переменной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...